Компьютерный турнир Его цель не только популяризация IT-грамотности, важность соревнований, а также труд его организаторов, участников проектной мастерской КГУ высоко оценил глава области Александр Михайлов. Соперничество возвращает пенсионерам интерес к жизни, иногда более сильный, чем у 20-летних. Если даже сравнивать студентов и наших IT-слушателей, они настолько заинтересованы, у них горят глаза, они очень часто даже выглядят гораздо солиднее в некоторых вопросах, чем молодые. Люди элегантного возраста не должны чувствовать себя обузой. Многолетний опыт делает их бесценным человеческим капиталом для современного российского общества. Это отмечают на самом высоком уровне. В указах президента известных поставлена задача довести до 70% объема пользования ресурсом госуслуг со стороны населения. Добиться этого без включения людей старшего возраста невозможно. Поэтому это кроме задач общественной организации стало еще государственной задачей. Обучение компьютерной грамотности позволяет решать не только глобальные задачи, но и частные бытовые. Геннадий Анохин прошел обучение в университете пожилого человека год назад. Вы знаете, я настолько сейчас облегчился жить и настолько много делаю, не выходя из дома, понимаете. Даже рассказывать очень долго. Похожие головоломки решали и на соревновании. За полтора часа конкурсанты должны были зарегистрироваться на портале госуслуг. Выполнить задание в текстовом редакторе, продемонстрировать свое умение пользоваться поисковой системой. В этом году в компьютерном Тройборье сразились жители 18 районов области и трех округов Курска. Кто-то приставил по два человека, кто-то по одному. Итог сегодня покажет, какова подготовка наших людей в двух номинациях. Уверенный пользователь и начинающий пользователь. И мы отберем сегодня двух людей для поездки на всероссийский чемпионат. Финал общероссийских компьютерных соревнований для старшего поколения пройдет этой осенью в Москве. Ирина Бобровская, Антон Судженко, телеканал СЕИМ.